В целом у нас это, конечно, ненормально. Лично меня это уже не удивляет. Я столько всего видел от Кадырова. Столько всего, что сейчас как-то даже это вспоминать и этому удивляться не приходится. Странно, что вы Саакашвили, развратника, пьяницу и обжору считаете перспективным политиком. Подстраивайтесь под Швецию. У русских никогда не было воинов, а у французов, немцев. Ты хочешь сказать, что у европейцев воинов нет, в принципе, а есть солдаты, или ты отказываешь в этом только русским? Ваалейкум ассалям. Я говорил про Россию и про русских. Давай не будем сюда приплетать европейцев, французов, немцев и так далее. Когда мы будем говорить о французах и о немцах, тогда я выскажу свое мнение. Эти мои слова были сказаны именно про Россию и в основном про новейшую историю. Томсот, в отношении к Саакашвили. Очень респектабельно отношусь к Саакашвили, уважаю этого человека. Считаю его, наверное, самым крутым президентом на постсоветском пространстве за последнее время. Очень хороший, очень эффективный менеджер. Странно, что вы Саакашвили, развратника, пьяницу и обжору считаете перспективным политиком. Подстраивайтесь под Швецию. Простите, пожалуйста, Виктор, а при чем здесь Швеция? Саакашвили это бывший президент Грузии, это чиновник Украины. Со Швецией его, по-моему, не связывает вообще ничего. В чем здесь Швеция? Почему он развратник и почему он пьяница? Почему он обжора? И даже если он обжора, то какое это отношение имеет к его политической карьере? Но даже если бы он любил поесть, что в этом плохого? Что за претензии такие? Вы бы еще к прическе его придрались, а внешнему виду сказали бы, некрасивый он какой-то. Ну что это за бред такой? Саакашвили это очень эффективный менеджер. Это человек, который привел свою страну к мощному экономическому росту, к развитию. Все, что сегодня есть в Грузии, даже вот эта власть, которая его, по сути, ненавидит и сейчас его посадила, даже они признают, что все это сделано при Саакашвили. Ничего при нынешней власти, по сути, такого кардинального не сделано. Все эти кардинальные изменения были при Саакашвили. Я, конечно, я не становлюсь там на чью-то сторону. Это понятно, что это внутри грузинские политические противостояния. И мы здесь не становимся на чью-то сторону. Это грузины сами должны вопрос решать. Но свое уважение, свой респект в отношении человека мы высказать можем. Я к Саакашвили отношусь с уважением. Саламу алейкум. Можешь комментировать по поводу обострения Ирана с Азербайджаном? А будет ли война на Кавказе? Ну, насколько я понял, Иран подогнал свои войска к границам Азербайджана и провел там учения. Типа таким образом, как бы угрожая Азербайджану, что вот, мол, вы там с Израилем что-то мутите. Израильские военные там у вас против Ирана промышляют. Поэтому мы, дескать, показываем вам свою мощь. Если вы не перестанете, то, значит, вот мы вас накажем. На это ответили, значит, Азербайджан и Турция совместно провели тоже учения. Вообще, вы же понимаете, что военные учения – это, как бы, прикрытие, переброски вооруженных сил. Нет никаких учений, на самом деле. Не существует никаких учений. Все, что проходит под эгидой военных учений – это просто легализация переброски военных сил. Вот чтобы, допустим, подогнать военные силы к границам Ирана, и при этом тебя не обвинили в том, что ты, значит, пытаешься напасть, ты делаешь вот такую вот, такую отмазку себе, что ты, якобы, там проводишь учения. Этим пользуются все вообще страны в этом мире, все, без исключения. Когда нужно свои военные силы подогнать к какой-то границе, в случае чего напасть там или отразить, ну, ты для этого, значит, объявляешь вот эти учения. Поэтому и Иран эти учения объявил только лишь для того, чтобы подогнать туда войска. Ну, и Турция с Азербайджаном таким же образом ответили, тоже подогнали туда войска. Типа, если нападете, то вот мы тоже находимся здесь. Будет ли продолжение в этой истории? Будет ли война? Я думаю, нет. Я думаю, не будет. Ничего, конечно, не исключено в теории, все возможно, но я не склонен думать, что там начнется какая-то серьезная война. На самом деле Турция и Иран борются за влияние в Азербайджане. Иран не хочет... Иран хочет оккупировать Азербайджан, так как Южный Азербайджан сейчас, это область Ирана, находится под иранским протекторатом. Ну, я, в принципе, понимаю, наверное, что им это хотелось бы. Но я не думаю, что они вступят именно в войну. Не знаю, мне кажется, до войны там далеко. Как ты думаешь, Кадыров дал бы Путину пожать руку своей жене, или он уже пожал? А мне можно? Ну, Кадыров вместе со своей матерью был у Путина, когда посмертно, по-моему, Кадырова-старшего награждали медалью Героя России. И там, да, Кадыров пожимал руку матери. Вот тут и не Кадырова. Путин пожимал руку матери Кадырова. Ну, это в целом у нас, это, конечно, ненормально. Но лично меня это уже не удивляет. Я столько всего видел от Кадырова. Столько всего, что сейчас как-то даже это вспоминать, этому удивляться не приходится. Томсо, как отреагируешь на назначение Ашад Кадыровой на пост министра культуры? Я жду, когда все остальные подрастут, и когда весь кабинет министров будет состоять из детей Кадырова. Жду этого времени. Томсо, а разве ты не считаешь, что крымские татары должны обрести независимость, а не снова уходить в состав Украины? Это должны считать крымские татары, а не я. Это пусть крымские татары и Украина решают эти вопросы. Сейчас нет там никакой повестки такой, чтобы крымские татары даже претендовали на какую-то независимость. Сейчас крымские татары за то, что Крым это Украина. Соответственно, мы поддерживаем эту точку зрения. Так, по-моему, последние сообщения будем зачитывать. Япон. Бро, я тут подумал, может мы со всеми подписчиками тебе на тачку скинемся? К примеру, Теслу. Думаю, тебе она в скором понадобится. Тесла, да? Она лучше на BMW X7. Ничего так, да, у меня аппетит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok